ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, есть какая эволация с колосом? Я думаю, что это лучше, лучше. Ну, как он, я знаю, что все. Я знаю, что это будет. Я знаю, что это будет. А у меня там есть колосы. Красота. Без шуба. Закрывай. Боже, все снимаешь. Да, у нас профессия. Все снимают. Нет, мы не на тот лифте сели. Не на тот лифте сели. А вам было верно? Да, было верно. Был выбор. Выбор особо не было. А тебе там пересаживаться надо? Нет, мы сейчас просто ехали. Я думаю, выходить не надо. Вам шестой нужно. А, здесь номерация другая, да? Там десятый номер. Десятый номер. Холодно. Демонический. Вы такие радостные. У вас за окном там всегда темно будет. Но и тем не менее. Это очень круто. Сотрудники сидели, но они за окном теряют. Это у них за окном. А у вас нормально все, да? Поэтому вы селитесь. За другом нет. Я еще могу здесь три раза. Уходить не надо. Скажу. Ну, а, страшно. Подожди. Производственность. Да? Да. Привет. 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 Кирилл. Какой-то. Да. Кирилл. Кирилл. Здравствуйте. 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 Я как доктор за вас. Беспокоюсь. Нет, не знаю. Вы одеты как-то… Не по зимнему. Да. Не по зимнему. Там была практика после третьего курса. И у меня была пациентка, работая на налоговой компании. И она пришла с проверкой. Она пришла с проверкой компанией, которая занималась реализацией продуктов питания, в частности мяса, рыбы и так далее. И у них, когда она пришла, у них были какие-то нечистые дела, то они говорят, да, конечно… Она говорит, генеральный директор, главного бухгалтера мне, пожалуйста. Она говорит, да, конечно, конечно, проходите вот в эту комнату. Ну, а эта комната оказалась огромным холодильником. Значит, они ее закрыли, часик на два. Она там просидела, пока не уничтожили все документы, все же можно. Они ее вызвали. И она с распалением легких в итоге лежала потом в клинике Василенко. Поэтому берегите себя. Спасибо. Такое начало? Да. Мы незнакомы, поэтому не хотела сказать. Я не предполагала, чтобы людей столь много, не было. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот тогда как-то расскажите, что планируете. Да, давайте… Так, вы Татьяна, вы Наталья. Да, абсолютно верно. Татьяна, Наталья. Вкратце, зачем мы здесь, почему, какую цель преследуем? Замокнулись на то, чтобы объяснить людям, рынку в первую очередь, и, пожалуй, не только рынку, но, наверное, и арендаторам, потому что у нас есть выходы на них, что есть в городе Москва-Сити. Угу. Сейчас даже сами, будучи сотрудниками издательства адрес-медиа, стали поднимать, кто девелопер, кто собственник, что кому отошло, что кому принадлежит, у кого какие планы, у кого сколько этажей, у кого какая стадия готовности, у кого какие проблемы, у кого какие замечательные вещи, чем можно похвалиться, и понимаем, что до конца не понимаем, и сводим концы с концами. То есть о Сити, что они делают, к чему призваны, кто кому что перепродал, какая башня заморожена, и понимаем, что вот абсолютно точного, четкого, яркого понимания нет, не существует, даже у нас. И поэтому тот продукт, а называется он Москва-Сити-2012, это продукт из скалодома и пресмедиа, печатный, который призван всем объяснить, что это, чем живем, что планируем, то есть кто, какие задачи, как город пытается там решить какие-то задачи, которые интегрированы, в общем, в Москву-Сити, с дорогами, с развязками и так далее. Вот такой продукт будет, он будет в общем проекте, он будет о том, что, в общем-то, какие плюсы этого всего, он будет на западных примерах, что у нас на сегодняшний день есть, к чему мы стремимся, пояснительно, по факту, и отдельно по объектам. Сначала в общем, а потом берем отдельно объект и объясняем, собственно, что это за объект, чем он хорош и чем привлекателен, и кто нужен этому объекту, или чем он живет, если ему уже ничего не нужен, образ живет. Вот это хотим сделать. Замечательная идея. Да, поэтому, на самом деле, вот помогите нам разобраться, я просто не знаю на кого больше акцентировать внимание, кто сможет нам помочь, да, объяснить, собственно, сейчас. А вас? А вас это? Да, потому что мы не могли найти, мы приехали, говорим, нам бы надо вот вашу федерацию, а кто именно, что именно, управляющая компания? Юбилей Райкина. Владелец. А вас? Да. А вас? Да, 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 про вас. Хотел бы вас слушать тоже. Про меня? Про вас тоже, по честности. Какая информация у нас? Какая информация? Вы управляющая компания. Совершенно верно. Мы управляющая компания. Нет, мы застройщик. Вы застройщик. Мы застройщик. Мы девеллокер, который реализует проект башни федерации Москва-сети. Другие башни, которые находятся в составе Москва-сети, не являются нашими проектами. Это сложилось мнение о том, что Сергеевич Полонский является идеологом. Он, безусловно, являлся одним из идеологов создания всего в целом Москва-сети делового центра. Но, тем не менее, наши проекты являются исключительно башни федерации. Конечно, мы вам можем рассказать информацию о других застройщиках. Я думаю, что и этичнее, и целесообразнее получить информацию о каждом объекте исключительно у них. Мы можем вкратце, безусловно, пояснить вам и помочь разобраться в столь сложном проекте, как на Москва-сети. Вы задавайте какие-то вопросы, и так будет проще, мне кажется. Давайте мы нас поделим для общего внимания. Наверное, это первый заезд от «Пресс-Медиа», будет еще второй. У нас есть коммерческая служба. Почти. Есть коммерческая служба, это мы. Есть служба редакции, редакторская. Это те люди, которые как раз будут более подробнее разобраться в финансах, если вы коммерческая служба. Правильно? На самом деле нам нужны ваши финансы, если прям точнее, для создания этого проекта. В общем и целом, конечно же, мы как редакция хотим понимать. Я знаю, да, что существовала компания «Миракс». Для нас, на самом деле, на сегодняшний день, наверное, после названия – название «нет». Дальше – тайна. Причем тайна? Все в интернете выложено, огромное количество просмотров. Если я смотрела ролик о переименовании компании, посмотрела там более трех тысяч человек. 1 декабря у нас теперь компания называется «Поток. Несконечность», «Поток. 8». Сайт «Поток. 8.4». В принципе, мы на следующей неделе планируем встречаться с журналистами. Сергей Юрьевич будет презентовать этот проект, рассказывать о нём, потому что не у всех сложилась общая картина того, что у нас… Перед новогодними праздниками. Да, перед новогодними праздниками. Мы говорим, что не у всех сложилось четкое и видное… А наших журналистов пригласите? Да, конечно. Да, 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 обязательно. Итак, давайте всё-таки… Да, давайте уточним… Что вам от нас надо к комическому первому заходу? Нужны сразу деньги. Да. Абсолютно верно. Первому заходу нужны деньги. Почему? И зачем? Если у вас есть задачи, которые на уровне сама Москва Сити как проекта, да, у вас есть что сказать? Не знаю, может быть вряд ли, да, на уровне ваших партнёров, конкурентов… Ну, зачем нужны деньги, можно не говорить. Я вам тоже могу сказать, зачем мне, например, нужны деньги. У каждого здесь присутствующих можно сказать, в принципе, зачем вы нужны, что вы за эти деньги готовы предложить. Вот это. Вот я к этому и веду. Я говорю, если вам есть что сказать на уровне здесь, да, не знаю, конкуренту, партнёра, может, у кого-то… Я сейчас очень грубо, да, буду говорить, вам это понять не ваши задачи. Потому что у партнёра работает управляющая компания, и вы хотите её привлечь там, не знаю, на аутсорсинг к себе, там, ну, не управляющая компания, а позицию, которую вы занимаете, а там, я не знаю, инженерный, давай там, да, и вы знаете, что там прекрасно работает там вашей капитал-групп. Я сейчас очень-очень грубо говорю. Да, вы поняли. Вам нужны арендаторы. У нас есть и арендаторы, которые мы этот продукт отнесём как продукт. И вы хотите, чтобы они в вашу сторону посмотрели, да. Вам нужны инвесторы, мы отнесём этот продукт инвесторам тоже. И банки. Можно теперь я к вопросу напереду, да? У меня вопрос следующего характера. Само по себе издание, оно будет включать некий гид информационный или смешанный информационный с рекламой. Информационный с рекламой. У нас все продукты информационной рекламы. Это будет явная реклама, либо это будет реклама, которая будет присутствовать непосредственно в статьях, такая посредованная реклама. Смотрите, в статьях, слава богу, у журнала commercial real estate не было никогда статейной рекламы, как называемые джинсы. И мы не отходим от этого в любом своём продукте. Выглядеть этот продукт будет физически вот так, да. Сколько стоит у нас? Сейчас скажу точную. 82. Продукт будет выглядеть вот таким образом, как выглядели рейтинги мы сделали. Продукт будет сначала аналитически общим, да. Кто формирует аналитику? Какие эксперты? Ну, это всё к второму заходу, все вопросы к редакции. Они будут писать. Вот смотрите, к сожалению, вопрос, сколько нужно денег? Мне бы не хотелось начать с того, сколько денег, почему я не понимаю, нужно ли вам это. Потому что вам это не нужно вообще. А мы не можем понять, нужно ли нам или не нужно без второго захода, потому что все основные вопросы, они автоматически отказываются на второй заход. Правильно я понимаю? Потому что нам нужно понять, кто аналитики, какой характер статей, какое присутствие. Ну, то, что я знаю, я расскажу, безусловно, да. То, что это сейчас, как ездим мы своим, как я назову первым заходом, да, мы были уже в Кипятонгрупп, мы завтра едем в Ленку, мы были в Северной Башне, также ровно будут ездить редакторы. Они поедут, они будут встречаться по своей части, они будут задавать какие-то вопросы, потому что они осветят потом жена. Что это будут? Это будут скупые данные. Когда начиналась там стройка? Сколько этажей зданий? Сколько офисов? Сколько квадратных метров? Сколько апартаментов? То есть информация такая вот достаточно про цифры. Вы знаете, вот смотрите, вот сразу скажу, что вопросов огромное количество. Мы сейчас на этой встрече точно не решим, я уже понял сразу. Причем, потому что просто разместить рекламу Башни Федерации компании «Поток-8» лично мне, я не знаю, как остальным, как Сергей Юрьевич, по-моему, неинтересно. Мы не тот уровень компании для того, чтобы жена была реклама. Если же есть предложение, допустим, под эгидой компании «Поток-8» выпустить информацию, действительно гид, что этот гид подготовила компанию «Поток-8», информация «Москва-сети», опять же, без рекламы. Мы действительно сами хотим, чтобы пользователь, потребитель, любой человек, который возьмет данное издание, он поймет еще, состоит в «Москва-сети». Действительно, пусть с правительством Москвы, огромное количество интервью с правительством Москвы, о транспортной инфраструктуре, о том, как решаются проблемы с пробками, потому что огромное количество информации, что пробки в «Москва-сети». Можно сейчас взять камеру в онлайне и показать, что пробок нет в «Москва-сети». Но, тем не менее, это закладывается в сознание потребителя, в сознание общего, что в «Москва-сети» это огромное количество строительства, это какие-то краны, это неудобства и так далее. Это бы то, на самом деле, первое, наверное, что мы хотели бы достичь этим продуктом, как раз развеять вот тот самый какой-то, да, какой-то негатив на уровне, в общем-то, просто одна дедушка сказала. И уже правительство Москвы не относится к проекту как к родостроительной ошибке, это абсолютно точно и очевидно. И сейчас уже понятно, однако это не звучит общедоступно, не звучит в поэзии. Благодаря этому изданию мы действительно гордимся не только Башней Федерации, но и всем «Москва-сети». И если это возможно сделать под нашей гидой, как гид по этому замечательному совершенно деловому центру, то это совершенно другой раз бывает, действительно может быть интересно. Абсолютно верно, и такая возможность есть. И мы не уходим от того, что, ну это грубое слово, да, спонсорство, это поддержка партнеров. Мы приезжаем сейчас и говорим о том, что, ребят, в первую очередь мы спрашиваем, ребят, а нужен ли этот продукт, да? В общем-то, наверное, мы зря не задали вам вопрос, но после той очередной встречи, которую сделали, все ответили, что, конечно, двумя руками нужно, мы хотим, потому что правда, понимания четкого прозрачного на рынке нет и существует, и мы рады в этом поучаствовать, и мы объясним со своей стороны все то, как есть на самом деле. И мы обращаемся с тем, что, ребят, сделать его, просто сделать, как издательский дом, без коммерческой составляющей, мы не можем. Без поддержки это невозможно, абсолютно верно, да, понятно. И мы приветствуем еще раз, нам не интересна реклама, реклама и влог, реклама, нам это не интересно. Мы действительно гордимся тем продуктом, который существует. И очень здорово, что в Москва-Сити уже работают и банковские структуры, и рестораны, полностью вся инфраструктура, которая возможна, там, досугую инфраструктуру, кинотеатры, все уже функционирует в Москва-Сити. И можно купить апартаменты с отделкой, об этом мало кто знает, что можно сейчас приобрести апартаменты, уже въехать, надеть просто, уже в апартаменте будет висеть халат, тапочки, полотенца, уже все готово под ключ. То есть можно арендовать площади, начиная, там, от 100 км, об этом тоже мало кто знает, да. Можно купить функционирующий бизнес уже существующими арендаторами. То есть палитра того спектра услуг, которым обладает Москва-Сити, она не раскрыта. И безусловно интересно, она как застройщика, она как одному из партнеров всего глобального проекта, это интересно. Давайте встречаться в расширенном составе. Давайте, не вопрос, но, может быть, даже лучше встречаться вам все-таки с журналистами отдельно, потому что будет о чем вам поговорить с вами долго и... Да, давайте кропотриво, долго мы определимся окончательно к той схеме сотрудничества, которую мы примем, абсолютно точно, нам это интересно, мы готовы встречаться. И уже когда мы определимся с той схемой сотрудничества, которая всем интересна, я уже понимаю, мы встретимся с вами и определим те необходимые затраты, которые должны лечь в рождении, в реализации данного проекта. Абсолютно точно. Мне тоже не хочется начинать с диалог того, сколько денег нам нужно. Сколько денег нам нужно для вас, чтобы это ради существовало, если вам интересен и на новом. Вот это, наверное, правильная поставка вопроса. А вдруг, в двух словах для нас, о Башне Федерации по сегодняшний день, что сейчас происходит, чем она живет, какие планы сейчас у вас, что вы делаете? Вы сейчас активно сдаете, вас сильно достраиваетесь, активно помог привлекать. У нас все очень активно, у нас все динамично происходит. Башня Федерации состоит из двух башен. Это Башня Запад и Башня Восток. Мы сейчас с вами находимся в Башне Восток, которая по проекту будет 93 этажа. Сейчас ведется строительство на уровне 68 этажа. Собственно говоря, Башня Запад, которая высота 250 метров, она полностью функционирует. Там существует полностью разная инфраструктура в виде банковских структур, бассейнов, ресторанов, офисов, апартаментов и так далее. То есть она полностью уже... Она полностью сдана, функционирует. Да, совершенно верно. Башня, которая продолжает строительство Башни Восток, она сдается по этапным, пасковым комплексом. В настоящий момент с 1 по 35 этаж это пасковый комплекс, да. Точно так же здесь кипит активно жизнь. Сдаются площади в аренду, можно приобрести площади. Точнее, у нас остался только один нереализованный этаж. Это 11 этаж в этом пасковом комплексе. Он обладает уникальными третистиками. Уникален этот этаж тем, что у него существует выход на кровлю межбашенного пространства. То есть возможно выйти на огромную территорию, просто на улице, на свежий воздух. На свежий воздух. Это единственный этаж, который сейчас есть с такой возможностью. А вот это внутри, сейчас мы давали там огромный круг, заезжали с одной стороны, проезжали с другой круг. Это все будет паркинг, да? Ну, часть из этого будет паркинг. Вообще это была развязка, внутренняя развязка, центральная ядра всего комплекса Москва-Сити, которая соединяет все башни. У нас уже соединены башни, так вы можете пройтись по минус первому этажу из башни Федерации попасть в торговый центр. В ресторанные группы, в магазины, в кинотеатры. Не одевая одежду, можно по подземному переходу за две минуты попасть в любую башню. А если вам не сложно, по словам, буквально, Оуэлл Сити. Что они делают для всех и выполняют для того, насколько мы понимали эту призванную функцию, то, что оно будет соединять, набирать какие-то интересы, как-то помогать взаимодействовать. Для того, чтобы акционировал такой большой комплекс Москва-Сити, только башня Федерации, 440 тысяч квадратных метров. А здесь еще огромное количество строений, не башен. Для того, чтобы это все синхронизировать и управлять, изначально создали управляющую компанию, которая называется ОАО-Сити. Это акционирование общества Сити. Целью данного общества является как раз синхронизация всех застройщиков и эксплуатация на должном уровне всего комплекса. Чем, собственно говоря, ОАО-Сити занимается? Облагораживанием территории, прилегающей всеми эксплуатационными, решением проблем с транспортной доступностью, решением проблем с парковками, если таковые существуют, решением любых проблем эксплуатирующего характера занимается эта компания. ОАО-Сити является частным компанией. Частным компанией. Ну, ясно. Можете с ними пообщаться тоже изначально. Да, вы можете с ними пообщаться. У нас даже есть контакты в ОАО-Сити, потому что мы общаемся, естественно. А, предоставить кого-то? Да, да. Елена будет предоставить контакты и условно. Коммерческий, кстати, тоже директор. Отлично. Ну, в общем, задумка есть, воплощаем в жизнь. Время действительно сожрел, потому что комплекс действительно зажил. Если я буду говорить об этом два года назад, то, может быть, это было преждевременно, потому что еще в то время действительно функционировала башня Запад, северная башня и Энка полноценная. Больше никто не был ни Афимова, не было здана империя, это аура, город-столиц еще тогда, только развивался, запускался. Поэтому сейчас уже, конечно, безусловно, каждая из присутствующих в Башне надо спросить, она уже начинает активно функционировать. И сейчас самое время об этом рассказать. Как путеводитель гид по городу в городе. Мы рады, что мы попали. У нас есть экскурсии, любой желающий может попасть бесплатно на экскурсии. У нас есть интеллектуальная площадка BrainOn в Башне Федерации. Каждую неделю проводится заседание интеллектуального клуба. Любой желающий может прийти бесплатно и посетить семинары представителю. Матвей Гонопольский у нас перед Новым годом как раз был. А где-то это есть в открытом доступе, чтобы это можно было увидеть? Да, это в Фейсбуке страница BrainOn, есть сайт BrainOn.ru, телеканал, собственно, BrainOn и есть в YouTube. Мы проводили здесь огромное количество мероприятий, в том числе и для детей. Мы 1 сентября проводили здесь открытый, самый высокий урок в Европе, может быть даже в мире. Мы проводили презентацию в БМВ, сейчас Книгу рекордов Гиннесса регистрируют, я думаю, что к марту месяца будет уже готово сертификат, что это была самая высокая премьера автомобиля в мире, когда поднимали на кранах на ЛСП-250. То есть огромное количество мероприятий, которые здесь проходят, и политического характера, здесь проходило подписание трехстороннего очень важного протокола в Башне Федерации между президентами Республики Беларусь, Российской Федерации и Казахстан. Все главы государств были в Башне Федерации и подписывали этот очень важный стратегический документ для стран Содружества. Мы доверим абсолютно точно в прелести, в хорошие, положительные стороны для бизнеса, в первую очередь. В том, чтобы это было так сказать, вы точно так это задумали, но я надеюсь, что, к сожалению, все это сейчас понятно. Только воскому кругу людей, безусловно, да. Поэтому, естественно, я уверен, что к кому бы вы не обращались, в сети или по другим, всем будет интересно и все активно примут в этом участие. А вы читаете нашу жена по нашему жена? Да, да. Он приходит вам? Да, приходит вам, да. То есть, приходит вовремя? Да. А рейтинги вы видели? Как продукт вместе с жена приходил? Мы выпускали 4 рейтинга в 2011 году. БЦ-класс А, БЦ-класс Б, торговые центры и складские комплексы. Это с картой? То, что вы держали, это вот такого? Нет, вот это мне приходилось 100%. Обделили. Вы заберете, но тем более, что в бизнес-центрах Класс А вы должны были быть открыты. Мы приходим. Поправим непорядок. Вот этот продукт мы сделали, на самом деле была первая такая наша попытка, как B2B-шного все-таки издательского дома с площадками для B2B-бизнеса выйти за эти рамки, выйти как раз на территорию арендатора. И делал-то, собственно, этот продукт сам арендатор, потому что проводили опрос, брали примеры от торговых центров. Брали в торговых центрах 70% ключевых арендаторов, работа якоря или какие-то более крупные по взаимной площади арендаторы, или сидящий по временным показателям дольше всех. И проводили анкетирование. А, собственно, так ли хорошо им, не важно это бизнес-центр или торговый центр, так ли хорошо им, как им это продавали тогда, когда они заходили, заселялись. И это было анонимно, то есть они не подписывали себе никаких смертных приговоров, чтобы потом было какое-то взятое отношение. И арендаторы с удовольствием на это откликнулись, потому что были собраны очень много данных как раз оценок от арендатора. Не раздавали сломов, не раздавали это по местам первое, второе, третье, по компанию. Просто сделали это интересно абсолютно точно собственному бюджету. Открыть по имправляющей компании, посмотреть, насколько счастлив их, собственно, тот, кто живет по 8-9 часов в этих помещениях, в этих зданиях. Вот этим был этот продукт отличим, что это впервые сделали не консультанты, не издание, мы как издательский дом, не сами собственники, которые сказали, мы бизнес-центр класса и у нас все счастливо. Сделали именно те люди, которые этим работают. И у нас, прелесть наша в том, после этого проектного продукта, что у нас теперь вот этот пул арендатора из больших, больших старковых центров, он у нас теперь есть. к нашему вот этому знанию и пониманию рынка, людей на рынке, у нас еще и теперь добавилась качественная аудитория. Нет, мы молодцы, безусловно. И, конечно, среди такого обилия прессы, которая существует непосредственно глянцевой прессы по рынку недвижимости, я не знаю ни одного другого издания, которое бы моего с вами конкурирует, потому что все, что остальное выходит, это банальная скрытая либо открытая реклама, которая просто не интересная, это этап 90-х годов, 2000-х годов. А здесь действительно интересные аналитические отчеты, которые они, причем вполне доходчиво написаны. и как профессионалы, так и непрофессионалы могут что-то из себя подчеркнуть из вашего знания. С вами интересно сотрудничать. Ну, спасибо большое. Мы на это, на самом деле, не просто надеемся, а мы над этим трудимся, но вот с вами как-то мы никогда особо по каким-то взаимодействиям рекламным не работали. И это для нас еда было печально. Я 8 лет в компании, и за 8 лет я не помню, чтобы у нас какая-то программа рекламного характера была с вами. Знаете, в принципе, мы к изданиям, я не помню, когда мы последний раз размещали рекламу. Это давали очень-очень давно, там, может, в 2005 году что-то размещали. Да, мы не сторонники. Это просто внутривая политика, то, как вы видите. Это то, как мы видим. Это наше ощущение, ведь любой бизнес, он должен являться эффективным, да, и в том числе и затраты любые. И поскольку реклама, так или иначе, естественно, является затратной частью, то затратная часть тоже должна каким-то образом катализироваться, должна быть эффективной. Мы не видели в тех изданиях, в которых мы размещали до этого, эффективность. И в количестве звонков, которые приходили по отклику от размещаемой рекламы, и в качестве тех отзывов, которые были по той рекламе, которую мы размещали в таких. Поэтому у нас всегда изначально это, безусловно, реклама непосредственно с объектов, которые расположены на объекте этот номер один. Это, ну, бытность, перетяжки, билборды. Для нас всегда, у нас, безусловно, самое главное, сарафанное радио. У нас такой эксклюзивный продукт. Безусловно, для какого-то другого проекта целесообразнее размещаться в журнале. Для нас нет. У нас интернет, объект, билборды. Ну, в любом случае, когда мы привозим такие продукты, которые как раз могут сыграть малообъектную рекламу, я просто не зря за это, но вот сейчас он не проведет. То вот здесь я смею надеяться, что мы начнем за то мучить. Я не говорю сейчас. Я уверен, что у нас будут точки соприкосновения, потому что всегда интересно работать с профессионалом. И одно дело размещать в журнале. Не буду называть название этого журнала какого-то, или его одно дело в нем размещаться, а другое дело размещаться даже ваше. Все-таки у вас целевая аудитория совершенно другая. И к вам уровень доверия намного больше. Я вас слышала. Надеюсь, мы сейчас прямо с вас спросим. Спасибо. Давайте даже мяч, как говорится, на вашей стороне. Мы ждем от вас того угрожающего второго визита, для которого мы говорили? Да, да, да. Визитки, господа, чьи-то нужен. Визитки, дмитрий, мою можно. Мы сейчас вынезу. Это мы оставляем? Да, все вам оставляем. А у нас нет? Ну, я пришла. Вот она сейчас. С этим можно знакомиться. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Если есть что-то у коллег, у Димы и Олега? Ну, собственно, вторую штуку вы отправляете ко мне. Я хотел просто... Было бы здорово это позволить в онлайне. Тот продукт, который вы собираетесь делать по москва-сити, полностью перевести в онлайн. Потому что это было бы еще и те есть. А, да, отлично. И даже можно взять... Там больше интерактивом может быть. Уже информация лучше будет восприниматься, чем... И в онлайне можно сделать его более... Более открытый, в том плане, что может даже... Такой неформальный, с приглашением бейс-джамперов, их мнение о москва-сити, с приглашением... Как это люди называются, которые приходят незаконно подчать объекты? Руферы? Руферы, да. С руферами, их мнения, там, еще что-то. Каким-то видео, да, может быть. Да, это блогеры бы очень сильно подтянули вот это. На самом деле, как минимум, гораздо больше людей будет. Конечно, да. В плане просветительской деятельности это бы гораздо больше людей охват был. Хорошая учебная идея, спасибо, конечно, оба тут. Подумаю. Нам делать. Думаю, да, воплодить. Тем более, сложностей никаких нет. У нас много сейчас на онлайн усилий тоже направлено. У нас Ингре. Наша сеть сейчас уже работающая существует. Ну, сайт Кривы. Я думаю, что это такого мысля. Это тоже не бестолковый турецкий рынок. А есть и почитайте, есть и посмотрите. Что полезно, подчеркнуйте. Есть идея. Ну да. В основном, насильная область. Да, отлично. Ждем хоть завтра, послезавтра. Чем раньше, тем лучше. Давайте. Мы любим активно, быстро. Мы тоже, тем более, что у нас до конца января продукты уже выходят. В конце января. Да. Супер. Все. Спасибо. До свидания. До свидания. КОНЕЦ Продолжение следует...